В Ангарском округе планируют завершить строительство второго корпуса детского реабилитационного центра «Багульник». Здание, о котором идет речь, начали возводить еще в советские годы и последние 30 лет оно пустует. При этом запрос на медицинскую помощь для детей с ограниченными возможностями в Преангарье крайне высок. Подробности у Александра Бычкова. В мае этого года в правительстве Иркутской области состоялась встреча губернатора Игоря Кобзева с общественниками, которые профилируются на помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. В ходе совещания был дан ряд поручений, которые касались в том числе реабилитации санаторно-курортного лечения. Сегодня глава региона приехал в медицинский центр «Багульник» при Ангарской городской больнице. Ежегодно необходимую помощь здесь получают около двух тысяч детей. Если это уже вторая встреча из-за интересованности общественных организаций, органов, власти, муниципалитетов, вообще всех неравнодушных людей, говорит о том, что эта тема очень актуальна. Все-таки 205 тысяч инвалидов вообще в Иркутской области. Почти 13 тысяч только детей инвалидов. Техническое оснащение в реабилитационном центре обновляется регулярно. Только за этот год при поддержке федерального бюджета закуплено более 80 единиц оборудования. И тем не менее, как показывает опыт, получить необходимую помощь удается не всем. Основная проблема – в нехватке свободных площадей. Решение находится прямо по соседству от основного здания центра «Багульник». Строительство этого корпуса было приостановлено еще в 90-е годы. Все это время он пустует. То, что стоит недострой с советских времен, и теперь наконец-то до него добрались руки. Теперь у нас есть понимание, что количество мест увеличится. Маршрутизация будет не только из города Ангарска, но и из других территорий, что тоже для Ангарска немаловажно. Для того, чтобы завершить старый долгострой, требуется соответствующее проектное решение. Финансирование на разработку необходимой документации выделят в следующем году. Ремонт планируют начать в 2025-м. Кроме того, по поручению губернатора Игоря Кобзева создана координационная группа, которая будет учитывать потребность в реабилитации в разных территориях. На основании собранных данных будут планировать дальнейшее развитие сети государственных профильных учреждений. Ближайшее совещание по вопросам поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья проведут в ноябре. Александр Бычков, Дмитрий Новопашин, Местное время.